Остается только добавить, что если версия ядерного взрыва, который устроили древние жители планеты, подтвердится, то не исключено, что придется переписывать многие страницы истории. А ученый мир будет вновь вынужден вернуться к мысли о том, что на Земле до нас, возможно, существовала более древняя цивилизация, следы которой время от времени ставят археологов в тупик. Российские ученые утверждают, что они наконец разгадали тайну египетских пирамид. По их мнению, это не столько усыпальницы фараонов, сколько высокотехнологичные сооружения, которые работают как космические преобразователи энергии. Что правда, а что невероятная гипотеза, которая заставляет пересматривать ученых каноны мировой истории. Об этом в нашем научном, но довольно фантастическом расследовании. Этот район на территории Северной Америки между городами Анкориджем, Барроу и Джуно называют канадским Бермудским треугольником. Именно здесь ежегодно пропадают люди. Большинство из них не удается найти никогда. В этом треугольнике, так же как и в аномальной зоне в районе Бермуд, наблюдаются загадочные светящиеся объекты, летящие по небу. Возникают помехи радиосвязи, а двигатель может неожиданно заглохнуть. Местные индейцы считают, что все это проделки злого демона по имени Куштака, который охраняет от непрошенных гостей свои владения. Но недавно было сделано открытие, которое, возможно, даст ключ к разгадке тайны этой аномальной зоны. В 2012 году в Канаде были обнародованы данные секретных исследований, проведенных еще в 1992 году. Военные следили за сейсмической волной, которая образовалась после испытания китайской атомной бомбы. Благодаря этой волне приборы зафиксировали странный пирамидальный объект, который находится примерно в центре канадского Бермудского треугольника. Это подземное сооружение превосходит пирамиды Хеопса и, по некоторым данным, возраст данной загадочной постройки сотни тысяч лет. Но кто и зачем построил эту гигантскую пирамиду? Лабиринты. Одни из самых древних и загадочных сооружений, созданные на планете Земля. Наука не может сказать ничего определенного ни об их возрасте, ни об их назначении. Но древние люди придавали им огромное значение. Почему? Тут стоит затронуть такие древние строения, как кромлехи, дольмены, рукотворные каменные лабиринты. В общем, ученые до сих пор не могут точно ответить, почему, с какого периода стали возникать эти непонятные постройки. Возникали они и в Европе, возникали и в Сибири, возникали и в Северной Америке, в Южной, в Африке и так далее. То есть по всему свету. Но для чего? Эксперты, изучающие лабиринты, выдвигали сотни версий, чтобы объяснить эти загадочные сооружения. Большинство наземных лабиринтов имеет округлую или спиралеобразную форму. Это дало основание предположить, что камни и лунки, выкопанные в земле, символизируют фазы луны, планеты и их придвижения. Значит, по сути, лабиринт – это всего лишь древний календарь. Но есть и более мрачное толкование. Лабиринт – это древние кладбища, точнее, колумбарь. Человека сжигали, прах развеивался, а камень в лабиринте был своеобразным памятником. Такая версия существует, что это были и родовые камни, камни, за которыми человек должен ухаживать, потому что как бы в нем его душа. Там, значит, более к центру камни в лабиринте – это, значит, предки этого рода. Чем ближе к центру, тем более древние люди, значит, выкладывали эти камни. Но если лабиринт – это всего лишь древний календарь или кладбище, то как объяснить огромное количество аномалий, которые наблюдаются внутри этих сооружений? Многочисленные исследования показывают, что внутри или рядом с лабиринтами нестабильно ведет себя электромагнитное поле. Часы отстают или, наоборот, идут вперед. А люди испытывают самые различные ощущения – от невероятного ужаса до эйфории. Ну, если мы говорим о лабиринтах, то, конечно, это очень много функций, много тем, которые с ними связаны. Ну, вот, если мы посмотрим, скажем, на современные представления о биосфере и наосфере, то это открытая система. То есть система, в которой постоянно возникает хаос, энтропия, и которую нужно поддерживать в высокопорядоченном состоянии. Значит, грубо говоря, нужны дренажные отверстия, через которые можно сбрасывать хаос и подкачивать упорядоченность. Как считает профессор Евгений Файдыш, лабиринты являются особыми биологически активными точками нашей планеты. Через них, вероятно, происходит обмен энергиями между литосферой и атмосферой. Или, говоря образно, между миром подземным и миром людей. Древние мегалитические сооружения, каменные круги и дольмены, вот, по нашим представлениям, это как раз такие были дренажные устройства, которые поддерживали хороший баланс хаоса и порядка на нашей планете. И там, где они строились, там, в принципе, места очень биогенные. Вот, скажем, их где много сохранилось в нашей стране, к сожалению, только на Кавказе. И вот на крайнем севере это Кольский полуостров, Соловецкий. Именно с северными лабиринтами связано наибольшее количество загадочных историй. Согласно легенде, даже сам Петр Первый испытал удивительную силу этого места. Согласно легенде, Петр Первый прибыл на Соловки, значит, весь народ отогнали, монахов, там, любопытствующих. И Петр Первый остался наедине с этим лабиринтом. Ему рассказали, ну, тоже он христианин, но тем не менее ему рассказали, как проводились древности обряды, как надо было обходить вот по кругу, совершать особый танец и потом увидеть в центре будущее. И вот, согласно преданию, Петр Первый, когда заглянул в центр, там образовался, ну, такой маленький водоем, как лужа. И он увидел отражение, как писалось, увидел град нездешный. В городе были высокие каменные здания, которые гигантской монолитной стеной стояли вдоль прямых, как стрела проспектов. Через многочисленные реки были переброшены мосты. Как потом считают старинные хроникеры, что это как раз он увидел свой будущий город, Санкт-Петербург. Ну, понятно, это, конечно, легенда, но то, что было правда на самом деле, что именно ровно за год до начала строительства Санкт-Петербурга, Петр Первый действительно побывал на Соловках, осматривал лабиринты соловецкие, и то, что ровно через год началось строительство великого города. Как считают историки, версия о том, что именно лабиринт может помочь узнать будущее, Петру Первому сообщил его помощник, ученый и оккультист Яков Брюс. Ведь Брюс – потомок шотландских королей. И есть легенда, что прадед Брюса бежал, покинул родину, бежал в Россию, потому что он стал обладателем секретных знаний друидов. А это друидами каралось смертью. Никто не смел познать их тайны. Брюс знал о традиции использования каменных лабиринтов на своей далекой исторической родине – Шотландии. Друиды использовали их для того, чтобы человек получил мистические способности и предвидение будущего. Ирландия, Шотландия. То есть страны вроде бы бедные, мало населения. Если вы посмотрите великих британских писателей, ученых, в основном это все шотландцы и ирландцы. Вот тоже пример. И там все, эта сеть вообще даже сохранена. Лабиринт, структуру вот этих. Яков Брюс пытался найти подобные лабиринты и на территории России. Есть данные, что он решил восстановить один из древних лабиринтов, который был разрушен служителями находившегося неподалеку монастыря. Вместо валунов, которые растащили местные жители для построек, Брюс решил использовать не обычные камни, а метеориты. Это, по мнению ученого, должно было в десятки раз усилить энергетическое воздействие лабиринта. И, возможно, даже подарить человеку бессмертие. Он интересовался метеоритами. Он даже, когда приезжали из провинции чиновники, служивые люди, он их просил, вот падающие небесные огненные камни, ну их по-разному называли в те времена, он просил, что если вот будет обнаружен такой камень, немедленно ввести к нему. Значит, скорее всего, конечно же, он всемогущий человек был, и, конечно, его приказы выполняли. Яков Брюс не прожил и 70 лет. До начала поисков бессмертия он отличался крепким здоровьем. Возможно, именно опасные эксперименты и ухудшили его самочувствие. Во всяком случае, об этом косвенно свидетельствует история, которую якобы рассказала одна из помощниц Брюса после его смерти. Она рассказывала, что Брюс разбирался с тайнами как раз друидов. Какие-то особые знаки на бумаге, на камне, на дереве, сочетание этих знаков, которые могли привести человека к смерти, повлиять на его психику, сделать более бодрым, веселым, находчивым или, наоборот, угробить человека. И вот якобы он записывал какие-то таинственные знаки и совершил какую-то ошибку. И вот эта ошибка привела его к смерти. Ну, это вот одна из последних легенд о смерти Брюса. Получается, что энергия лабиринта может не только помогать человеку, но и воздействовать на него губительно. Согласно архивам, с подобным феноменом столкнулся советский ученый Александр Барченко. В 20-х годах прошлого столетия он под патронатом спецотдела ОГПУ организовал экспедицию на север России для изучения одного загадочного психического феномена, который получил название «мерячение». Мерячение – это психоз, это такое заболевание, психическое заболевание, которому подвержены лопари, ну и вообще многие другие народы. Вот это, в общем-то, заболевание, которое встречается, скажем, у бурятов, у якутов. Человек входит как бы в транс, и во время транса он начинает что-то говорить или, ну, вот сообщать какую-то информацию, понимаете, которую, ну, и эзотерики там, и ученые пытались интерпретировать. Члены экспедиции обнаружили, что эта психическая эпидемия чаще всего охватывает те районы, где присутствует большое количество каменных мегалитов и лабиринтов. В наше время в районе лабиринтов все чаще наблюдают другие аномалии – таинственные летающие объекты, которые зависают над древними сооружениями. Это заставило по-новому взглянуть на природу лабиринтов. Тут, может, как раз вторая функция лабиринтов проявляться и, соответственно, таких сооружений – это порталы. То есть это зоны прозрачности между разными слоями многомерного пространства, через которые в наше пространство могут пронимкать летательные аппараты, ну, или там пространственные аппараты, то, что называется НЛО. Со временем выяснился еще один удивительный факт. Большинство наиболее мощных в энергетическом плане лабиринтов и великие пирамиды Гизы находятся на одном меридиане. Что это? Просто совпадение? Или часть грандиозного плана великих древних архитекторов? Считается, что Великая пирамида Хеопса была построена 2500 лет до нашей эры. И примерно в это же время был создан знаменитый Большой Сфикс. Но так ли это на самом деле? Как вы знаете, есть текст, который однозначно датирует пирамиды временем 45 веков тому назад. Но есть доводы в пользу того, что это было намного раньше. Ряд исследователей соотнесли направленность пирамид на звезды и просчитали, что это могло быть 10-12 тысяч лет тому назад. Египетский жрец Манифон составил единую летопись истории страны. Изучив ее, ученые пришли к выводу, что древние люди не отличали правду от вымысла. Египтяне были убеждены, изначально ими правили боги, жившие на земле. Это благословенное время называлось Зептепи. Гранитный храм на плато Гиза и Великую пирамиду Хеопса связывают с богами Осирисом и его супругой Изидой. Время правления Осириса приходится на середину 10-го тысячелетия до нашей эры, если ориентироваться на Манифоны. Вот таким образом мы получаем возраст пирамид, соответственно. Где-то ориентировочно середины 10-го тысячелетия до нашей эры они были возведены, может быть, чуть несколько позже. Неожиданный факт в пользу этой версии нашли геологи. Они исследовали следы эрозии на теле сфинкса. Известняк имеет повреждения, которые может нанести только вода. Откуда она в жаркой и сухой пустыне Египта? Наводнение, вызванное разливом Нила, непродолжительно и не способно вызвать таких разрушений. Но более 10 тысяч лет назад климат в данном регионе мог быть другим. Эти исследования указывают на то, что сфинкс строился во времена, когда в Египте лили сильные дожди. То есть там дождевая эрозия явно отчетливо выраженная, причем резко отличающаяся от той эрозии, которую можно проследить на масштабах сановников, то есть на местах погребения сановников действительно 4-й, 5-й династии, которая хорошо датируется. Сфинкс и пирамиды на плато Гиза, скорее всего, возведены одновременно. Статуя льва с головой человека выточена прямо из скалы и составляет с ней одно целое. А песчаник из траншеи вокруг сфинкса пошел на строительство храмов возле пирамид. Оказывается, сфинкс может точно указать нам дату возведения всего комплекса. Сфинкс смотрит в небо строго на восток. Солнце восходит прямо на востоке в день весеннего равноденствия. Таким образом, фигура сфинкса как бы следит за этой точкой на небе. А она постоянно смещается относительно звезд, потому что с ней связано явление, которое называется прицессия земной оси. Наша Земля крутится, как волчок, и таким образом совершает медленный-медленный цикл. В 25 920 лет. Если вы захотите вернуться в прошлое, как это сделали мы с помощью современных компьютерных программ, вы сможете увидеть, как выглядело небо и звезды на нем в любую. Субтитры создавал DimaTorzok Весеннего равноденствия 10500 лет до нашей эры. И сфинкс, потому не случайно воплощает в себе льва, ибо на горизонте было созвездие льва. Планета была в эпохе этого знака зодиака. Когда исследователи продолжили сравнивать, как ориентированы сооружения на плоту Гиза относительно звезд, их ждало еще одно открытие. Сверху три знаменитые пирамиды и ленты реки Нил в точности копируют положение трех главных звезд созвездия Орион и Млечный Путь. То есть, если мы возьмем три пирамиды Гиза, то они не выстроены по одной линии. Третья пирамида как будто смещена чуть-чуть в сторону. И все это вместе напоминает положение трех звезд пояс Ориона. Но и это положение звезд не сегодняшнее. Если снова отмотать назад путь вращения земной оси, то схема комплекса точно показывает дату 4,5 тысячи лет назад. То время, когда он и был построен, по мнению официальной египтологии. Что означает звездная дата, на которую указывают пирамиды? Исследователи обратили внимание на то, что действительно между ориентацией комплекса на дату, отступающей от нас на сегодня более чем на 10 тысяч лет, то есть на дату начала времени, и на то, как расположен комплекс относительно звезд пояса Ориона и Млечного Пути, есть некое расхождение, то есть есть некая корреляция. Так вот эта корреляция, которая, с одной стороны, заводила исследователей в тупик, на самом деле, показывает точно первую дату, когда это было построено. Какая же из двух дат обозначает время возведения пирамид? 4,5 тысячи лет назад или 12,5 тысяч? Подсказку могут дать священные тексты в древнеегипетских храмах. Жители этой земли знали, что символизируют три большие пирамиды и десятки маленьких. А комплекс так и называется в древних текстах. Великое место начала времени, или времен, или нового времени. Предположим, 12,5 тысяч лет назад на Земле наступило новое время. И это было настолько важно, что строители пирамид навечно записали эту дату в камни для потомков. Видимо, это было событие, коренным образом изменившее жизнь планеты. Скорее всего, глобальная катастрофа. Во всех древних мифах говорится о Великом потопе. Но могла ли 12,5 тысяч лет назад на Земле существовать цивилизация, сумевшая пережить подобный катаклизм? Египтяне вполне могли прийти и поселиться вокруг этих пирамид. Если отвлечься от иероглифов, ничто больше не доказывает, что именно египтяне их и построили. Как уверяют некоторые исследователи, пирамиды могли быть построены представителями загадочной расы атлантов. О связи египетской цивилизации с Атлантидой косвенно повествует древнегреческий философ Платон. Именно его философские диалоги под названием «Темень» и «Критий» считаются первыми в истории письменными упоминаниями об Атлантиде. Однако сам Платон заявлял, что всего лишь пересказал рассказ другого греческого философа и политического деятеля Солона, который в свою очередь узнал легенду о гигантском острове-государстве от египетских жрецов. Те уверяли Солона, что являются хранителями тайной науки погибшей цивилизации. Они знали, как построить пирамиды без помощи физической силы. И здесь уже приходится вспоминать о легендах преданий самих же египтян, самих же индейцев, о том, что самые главные, самые важные пирамиды строили некие боги. И совершенно четко люди отличали, что есть наши предки – это люди, а есть боги – это представитель некой совершенно другой, гораздо более высоко развитой цивилизации. Следы реального присутствия этой цивилизации в древности мы находим в виде следов инструментов, на камнях, на тех же самых пирамидах, и особенно на сооружениях рядом с пирамидами. Мы нашли уже тысячи таких свидетельств. Поэтому у нас сомнений в том, что действительно некая высокоразвитая цивилизация в древности на нашей планете присутствовала, какая она земного происхождения, инопланетного, ну, мнения у нас разные. Иероглифы на стенах храмов рассказывают, что в создании пирамид участвовали только священники. Технологии укладки многотонных каменных блоков не доверяли посторонним. Жрецы произносили заклинания на определенной ноте. Камни теряли вес и поднимались в воздух. А затем их бесконтактно укладывали с высочайшей точностью. Звучит более чем фантастически, однако некоторые исследователи считают, что в начале 20 века в США жил человек, который, возможно, не только разгадал секрет строительства пирамид, но также применил его на практике. Этого загадочного человека звали Эдвард Лицкалнен. С помощью древней технологии он возвел в штате Флорида удивительное сооружение – Коралловый замок. Этот каменный город является инженерной загадкой. У него был особый дар. Он говорил, что знает секрет, как были построены пирамиды. На строительство Кораллового замка ушло 100 тысяч тонн кораллов. Огромные многотонные блоки идеально подогнаны друг к другу и уложены в башни, ворота и предметы интерьера. Уверяют, что автор проделал это в одиночку, используя простую систему противовесов. Но эксперты признают, что это невозможно. Никто не видел, как он это делает, но факт остается фактом. Эдвард Лицкалнен родился в 1887 году в Латвии, под Ригой, в семье бедного фермера. Он навсегда уехал из родных мест и отправился в Америку. Прежде чем начать труд всей своей жизни, Эдвард провел много времени вместо библиотеки. Посетители часто видели его за книгами о великих пирамидах. Вооруженный новой информацией, Эдвард начал высекать коралловые блоки для своего замка. Соседи были поражены, когда увидели, что он двигает такие глыбы, делает из них мебель. Они спрашивали, как он это делает. Но он отвечал, что знает секрет противовеса и рычага. И никому не разрешал смотреть, как он трудится. Часто работал по ночам при свете фонаря. Пирамиду Хеопса с помощью ручного труда потребовалось бы 100 тысяч человек и не менее века. Ни о какой точности тогда речь не идет. Но согласно документам, Великую пирамиду возвели в течение 20 лет. Это возможно только, если над ней работали такие же мастера, как Эдвард, знающий тайну летающих камней. Но для чего были построены эти циклопические сооружения? Возможно, ответить на этот вопрос поможет другая пирамида, которая находится за тысячи километров от своих египетских собратьев. На границе Индии и Китая расположена таинственная белая пирамида, которая, возможно, еще больше пирамиды Хеопса. Первым ее описал летчик ВВС США Джеймс Каусман. Во время одного из рейсов он пролетал над долиной смерти. Один из двигателей почти заглох. Топливо стало замерзать, и пилоту пришлось снизиться. Вдруг прямо внизу экипаж увидел гигантскую пирамиду из белого блестящего материала. На ее вершине находился огромный кристалл. Самолет не смог приземлиться возле сооружения, лишь трижды облетел вокруг. За полвека никаких официальных данных об этой пирамиде не появилось. Лишь в прессу попала пара заметок и фотографий с военных спутников. В моем архиве хранятся вырезки из американских газет 40-х годов. В них речь идет о белой пирамиде, высотой в тысячу футов, то есть в пересчете около 300 метров. Белая пирамида расположена на той же широте, что и пирамиды Хеопса, но на 72 градуса восточной. Ее местоположение, кстати, укладывается в сетку геомагнитных энергетических каналов Земли. Подобраться к ней невозможно. Китайские войска оберегают белую пирамиду от взглядов иностранных гостей. Гарт Викхаусдор в течение долгих лет мечтал ее исследовать. Но Китайская Народная Республика вплоть до 2000-х годов была очень закрытой страной. Наконец ученому удалось обзавестись связями в Пекине. Он стал первым иностранцем, которому позволили приехать в район белой пирамиды. Мне разрешили посетить эту самую запретную зону к западу от города Сиань, столице провинции Шэньси. Я стал первым в мире иностранцем, которому разрешили осмотреть китайские пирамиды, сфотографировать их, задокументировать. Оказалось, что там более ста пирамид самых разных размеров. Та самая белая пирамида находится в 65 километрах, юго-западнее этого региона. Большинство из этих пирамид построены на равнинной местности, а белая пирамида в горах. Это утверждали и американские военные летчики. Но почему белая пирамида окутана завесой такой строжайшей секретности? Сотни остальных пирамид под городом Сиань привлекают миллионы туристов и открыты для посещения круглый год. А жемчужину коллекции этих циклопических сооружений берегут от посторонних. Связано ли это с ее техническими возможностями? Или все гораздо прозаичнее? Мне удалось узнать, что там якобы расположена стартовая площадка для запуска новых китайских космических ракет. Поэтому зону и объявили запретной. Мы знаем, что у китайцев очень далеко идущая космическая программа. Они хотят в ближайшее десятилетие высадить своего космонавта на Луну. И тут возникает замкнутый круг. Весь китайские пирамиды связаны с легендарными пятью древними императорами, которые постоянно утверждали, что происходит не от землян, а от сынов неба, прилетевших на Землю из космоса, на металлических огнедышащих драконах. Возможно, пирамида играет какую-то роль в китайской космической программе. Но, возможно, все дело в том, что Белая пирамида сохранила то, что потеряли другие пирамиды, как в Египте, так и в Китае. Способность вырабатывать энергию. Ведь в отличие от других сооружений, на вершине Белой пирамиды сохранился небольшой сверкающий обелиск. Обелиски могут представлять собой подобие антенн, радио или телевизионных вышек. Они выпускают энергию в атмосферу, наподобие технологии, которую придумал Никола Тесла. Похоже, что в древние времена подобным занимались и атланты, и представители более поздних цивилизаций. По версии большинства исследователей, пирамиды представляют собой особые генераторы, энергия которых передавалась при помощи специальных устройств, установленных на вершине сооружения. Но откуда бралась сама энергия? Для этого есть несколько объяснений. Внешние каменные блоки пирамиды Хеопса сделаны из песчаника, а он имеет в составе много кварца. Гранит, из которого сделана камера царя, редкая лавовая порода, тоже содержащая 55% кристаллического кварца. Кварц – уникальный минерал. При сжатии или давлении он генерирует пьезоэлектричество. По одной из теорий, масса пирамиды давит сама на себя, и таким образом создаётся постоянный электрический ток, текущий по её поверхности. Другие учёные возражают – в статическом положении заряд будет минимален, и думают, что пирамида работала от сейсмических колебаний. Но какова бы ни была природа генерации энергии, даже сейчас в полуразрушенном состоянии пирамиды продолжают вырабатывать энергию. В этом может убедиться любой желающий, если окажется в пирамиде с включённым радиоприёмником. По идее, если, положим, у нас экранировка есть, то сигнал должен затихнуть, так? Это музыка, положим, какой-то канал музыкальный. Но там получается наоборот. Вместо затихания музыка исчезает, но получается очень сильный шум. То есть вот эта сейсмоакустическая эмиссия, которая сопровождается электромагнитом же, излучением, она забивает всё на свете там. Различные свойства материалов, из которых сделана пирамида Хеопса, могли служить определённым целям. Её сердцевина сделана из известняковых блоков. Это особый известняк, так называемый доломит. Он отличается высоким содержанием магния. Благодаря ему пирамида хорошо проводит электричество. Однако сверху Великая пирамида была облицована плитами из чистого известняка, не пропускающего заряда. Получается, что пирамида будто была закрыта изоляционным кожухом. Коридоры и шахты этого сооружения гранитные. Они вполне могли удерживать энергетический заряд. Кстати, по структуре эти тоннели и напоминают электрокабель. Поступающий от земли заряд электричества в сердцевине набирал обороты и концентрировался на вершине. Но какова бы ни была природа, генерируемая пирамидами энергии, все сходятся на мысль, что главным элементом передатчика был кристалл. Об этом впервые заявил не учёный, а легендарный американский пророк Эдгар Кейси. Он был врачом и явил миру весьма оригинальный способ исцеления. Кейси был убеждён, что проблемы его пациентов берут начало в прошлых реинкарнациях. Эдгар Кейси был медиумом. Он входил в транс и просматривал предыдущие жизни приходящих к нему людей. Потом он объяснял, что человек сделал неправильно тогда. И как он может это исправить? Как правило, если пациент всё понимал правильно, он сам выздоравливал очень быстро. В штате Вирджиния в 1931 году Эдгар Кейси основал исследовательский институт. Он действует и сегодня. Здесь хранятся записи почти всех его откровений. Помимо прошлого, доктор высказывался о будущем. Он предсказал обвал фондового рынка. Он предсказал Великую депрессию. Он предсказал начало и конец Второй мировой войны. Он предсказывал эти переходные времена, которые происходят сейчас. Поскольку пророчества Эдгара Кейси исполнились, то стоит доверять его описаниям доисторических времен. Некоторые из пациентов пророка помнили предыдущие жизни в Атлантиде. По их словам, та цивилизация была столь развита, что иногда американцу не хватало слов и понятий, чтобы описать их технологии. Вот лишь один из примеров. Индивидуум жил на Посейдоне и занимался сохранением энергии, получаемой от больших сгущающих свет кристаллов. Эта энергия использовалась для управления движением кораблей по морю и в воздухе, а также для обеспечения таких средств развлечения, как телевидение и звукозапись. Из записи Кейси следует, что в сердце острова находился гигантский реактор, названный пророком «Огненный камень». Он использовался для освещения, заправки малых двигателей и омолаживания жителей острова. Кейси подробно писал его фантастическое устройство. Аппарат представлял технологию на основе кристаллов, усиленную с помощью пирамиды. Кейси сообщил, что записи с руководством по созданию устройства хранились в трех местах. И одно из них находится в России. Территория на севере Омской области, в районе деревни Окунево, считается одной из самых загадочных аномальных зон мира. Вот приехала амичка жительницы города Омска, Татьяна Коновалова. Вышла из маршрутки, смотрит на дуг, у него висит тарелка. Классическая тарелка. Достает фотоаппарат, фотографирует спокойно эту тарелку, потому что она была уверена, что увидит тарелку, потому что ей сказали, что там другие люди фотографировали. И она даже ехала с целью увидеть тарелку. Ей удалось ее снять. Нередко очевидцы рассказывают о странных всадниках. Одетых в старинные латы, которые возникают в безлунную ночь и проходят мимо человека, словно не замечая его. По мнению одного из самых авторитетных исследователей Окуневских аномалий Михаила Речкина, все эти фантастические видения являются хрономиражами, которые порождены геологическими особенностями этой загадочной местности. Там проходит вдоль реки Тары молодой разлом земной коры. И очень много кварцевого песка. И вот в момент сжатия, когда разлом сжимается, возникает пиезоэлектрический эффект. И кварц, который впитывает в себя всю информацию, которая происходит вокруг него, он впитывает как губка, как магнитная лента записывает. Он потом выдает эти голографические картины в пространство. Недалеко от Окунева находится загадочное Шайтан-озеро. У местных жителей оно пользуется дурной славой. Считается, что человек может легко заблудиться в этой местности, утонуть или просто заболеть. Согласно местным преданиям, Шайтан, то есть Сатана, падая на землю, оставил на нашей планете отпечатки своих копыт. Впервые он коснулся нашей планеты там, где сейчас находится Шайтан-озеро. Второй его шаг был на сотни километров восточнее, в районе современного Красноярского края. Интересно, но реальность подтверждают древние легенды. В Кежемском районе Красноярского края действительно существует патогенная аномальная зона, название которой связано с чертом. Это так называемое чертово кладбище, которое было обнаружено случайно в середине прошлого века. У одной деревни пропали две коровы. Не могли найти, взяли собак, собаки пошли по следу. И вот они-то мужиков и вывели на эту поляну. Причем собаки-то сами на нее выскочили и моментально, поджав хвосты, убежали. Тем не менее, этого было достаточно, чтобы через сутки животные сдохли. Люди туда не сунулись. Они просто из кустов закинули веревки и за рога вот эти вытащили трупы коров. Время было голодное, и местные жители решили, что погибших животных следует пустить на мясо. Когда сняли с коров шкуры, то все были шокированы. Мясо было неестественно ярко-красного цвета. Версий было много, что это якобы подземный пожар, но если пожар был, в конце концов бы дым бы шел, понятное дело. Но оказывается, что они там увидели, на этом поляне, это масса мелких косточек, птиц и небольших животных. То есть животное никакое перескочить и перелететь-то не может. То есть явно идет излучение. Поэтому в свое время еще Александр Казанцев предположил, что там лежит фрагмент какого-то того же Тугусского материн, потому что точно по его траектории в 400 километрах от мест предполагаемого падения, вернее, взрыва, находится. Возникла версия, что и Шайтан озера, а также другие водоемы в районе Окунево, которые славятся своей целебной водой, также метеоритного происхождения. Однако, как установили исследователи, легенда о таинственных озерах возникли намного раньше 1908 года, когда Земля оказалась под ударом Тунгусского метеорита. Как считает исследователь Михаил Речкин, известный писатель и фольклорист Петр Ершов еще в первой половине 19 века зашифровал информацию о загадочной Окуневской аномалии в своей сказке «Конюк-Горбунок». Его отец работал в Омске разъездным комиссаром. И он бывал в районе Окунево. Ну, в Муронсово бывало, в райцентре. Тогда это властное управление там находилось. И якобы, вот это я не получил подтверждение, сам Петр Ершов, уже будучи статским советником, открывал в Муронсово школу, первую школу. В сказке упоминается о трех волшебных котлах, которые обладают чудодейственной способностью возвращать человеку здоровье, молодость и красоту. И вот там шла речь о трех котлах. А я с детства знал легенду о трех озерах. И я потом эти озера узнал. Это Данилова, Ленева и Щучья. Что эти три озера соединены между собой подземным водотоком. Ну, там говорилось прямо подземной рекой. Вот сейчас мы получили подтверждение, что да, эти озера сообщаются подземным водотоком. То есть легенда нашла свое подтверждение. О целебных свойствах воды сибирских озер известно очень давно. Народная молва утверждает, что ей под силу вылечить даже самые запущенные случаи онкологии. Исследования этой воды показали аномально большое количество свободного кислорода, а также хрома, никеля и марганца. Создавалось впечатление, что где-то в глубине существует генератор, который насыщает воду кислородом и редкими элементами. Михаил Речкин считает, что все эти чудеса происходят благодаря таинственному артефакту. Кристалл, который служил средством дальней космической связи у древних, это его главное предназначение. А древние вынуждены были расчленить. И фрагменты этого кристалла спрятать под дном озер. Вот этих пяти озер. Почему там вода и целебная, и необычная, и там всякие эффекты происходят. Потому что кристалл, вот эти фрагменты кристалла, вот создают эти все эффекты аномальные. Недавние исследования, проведенные учеными с помощью особо чувствительного оборудования, показали сенсационные результаты. Ученые, когда начали работать и засекли под землей, значит, эффект волновода с помощью приборов. Что значит эффект волновода? Это продольная сейсмоволна шла там с огромной скоростью. Около 4000 метров в секунду. А в окружающих грунтах эта сейсмоволна обычно проходит со скоростью 700-800 метров в секунду. А тут вообще слишком большая скорость. И получалось так, что на первом датчике сейсмостанции и на 12-м был почти одинаковый по силе сигнал. Они перевернули сейсмостанцию, сняли по новой, и все равно тот же самый эффект. Вот они его назвали эффектом волновода. Такой эффект может выдать метро, трубопровод, нефтепровод, газопровод или тоннель. Но там метро нет, там нет трубопровода, остается древний тоннель. И этот тоннель ведет к храму. О том, что именно в Сибири когда-то находился древний храм индийского бога Ханумана, впервые во всеуслышание стал говорить известный индийский гуру Шри Бабаджи из Хайдагхана. Гуру поручил своей ученице Расми Разити найти точное место, где мог находиться храм. Проведя несколько лет в поисках, Расма установила, что храм Ханумана находился в районе Акунева. Согласно предположениям, храм был гигантских размеров. Но почему сейчас не видно никаких развалин? По мнению исследователей, храм исчез, ушел под землю, когда земля подверглась инопланетному вторжению. И вот наши как бы пращеры потерпели поражение и вынуждены были отступить, буквально уйти оттуда. И они свой храм, чтобы он не достался врагам, погрузили под землю. Как они сделали? Храм стоял на необычном фундаменте из киноварии, а особым образом замороженный. И когда с помощью термического воздействия на этот фундамент стали разогревать это все, он превратился в зыбучий песок, и храм плавно опустился туда, в нядра земли. Интересно, но версию о том, что на территории Сибири действительно существовал какой-то гигантский храмовый комплекс, куда доставлялись ценные дары, подтверждают многочисленные легенды, а также исторические хроники. Я слышал у китайцев, у индусов, в Иране легенды, предания, что вот везут некое какое-то золотое изделие, изделие из драгоценных камней, почему-то везут к нам в Сибирь. Там две тысячи лет назад, десять тысяч лет назад. Ну, это я говорил в шутку, что они все доставляли нам, эти богатства, в Сибирь. Золото требовалось для внешней отделки пирамидального храма, но главным элементом этого загадочного сооружения был кристалл, так же, как в древних египетских пирамидах. Вот этот кристалл, который мы ищем, как Ольга сказала, способен создать защитное силовое поле. И тогда никакой метеорит, никакая ракета, самолет, и человек, и птица сквозь это силовое поле, но невидимое глазу, пройти и пролететь не сможет. И он может закрыть огромную территорию. И тогда вот Западный Сибирь, южная часть Западной Сибири, превратится в своеобразный сухопутный ковчег человечества. Новый ковчег. По мнению исследователей, сейчас на Земле существует несколько особых древних кристаллов, которые продолжают излучать энергию. В Канаде есть кристалл. В общем-то, он не единственный. Атланты владели таким кристаллом. Они сами его создали. И Кейси об этом четко написал. Более того, именно вот этот кристалл, который создали Атланты, и погубил Атлантиду. Они с ним не так правильно работали, как надо. И они допустили какие-то ошибки в расчетах. Они его разместили слишком высоко. Ошиблись в расчетах. Как уж это у них получилось, не знаю. Но Кейси на это указывает. Возможно, аномальное воздействие так называемого канадского Бермудского треугольника, где бесследно пропадают люди, и объясняется тем, что найденная на территории Северной Америки подземная пирамида продолжает функционировать и вырабатывать энергию. Но вместо пользы эта пирамида приносит вред. Ведь те, кто создал и контролировал это устройство, покинули нашу Землю много веков назад. А современному человечеству еще предстоит разгадать загадки этих сооружений, которые, согласно легендам, построили сами боги.